Прусакова, Мария Николаевна. Спасибо, Александр Алексеевич. Уважаемые коллеги, при утверждении бюджета, как и мой коллега уже сказал, мы не можем выпадать из того ковидного контекста, в котором мы его принимаем. Пандемия сегодня идет по всей стране, но то, как она протекает в разных регионах, эта ситуация, она кардинально отличается. Я позволю себе метафору и сравню это как раз с тем, как протекает заболевание ковид у разных больных. Кто-то его переносит лишь соплями и чиханием, а для кого-то оно заканчивается летальным исходом. Вот боюсь, что для экономики Алтайского края как раз второй случай. И связано это с наличием хронических тяжелых заболеваний в нашем регионе. Виктор Петрович, я, безусловно, не завидую вам в той ситуации, в которой вы оказались. И сейчас действительно вынуждены решать очень серьезные проблемы. Но, тем не менее, категорически не могу согласиться с вашей оценкой, которую вы даете роли оптимизации в этой ситуации. Оптимизация – это процесс, который, кроме как систематическим, целенаправленным уничтожением системы здравоохранения в Алтайском крае, я назвать не могу. Когда у нас с вами один рентген, работающий на три района, и отсутствие единственного пульмонолога, ну что мы тогда удивляемся тому, что у нас такая сложная ситуация сейчас, и наша система здравоохранения, по сути, оказалась не готова к этому. Мы рассматриваем бюджет, говорим о том, что в 2021 году мы будем с вами жить в чрезвычайной ситуации. Хорошо, отлично, давайте тогда и, ну, мы надеялись увидеть бюджет, который бы отражал эту чрезвычайную ситуацию. Что же мы видим вместо этого? Приведу просто два примера в проекте предложенного бюджета. Размеры сигнований на деятельность правительства Алтайского края более чем в два раза превышает максимальный объем бюджетных средств, предусмотренных на охрану окружающей среды, более чем в полтора раза на физкультуру и спорт, а также значительно превышает объем финансирования системы скорой медицинской помощи, а также деятельности по сохранению, созданию, распространению культурных ценностей. То есть те средства, которые сегодня у нас выделяются на работу правительства, превышают тех средств, которые выделяются на работу скорой помощи. Приведу второй пример. Цифры, которые нам приводятся, увеличение процентов средств, значит, выделяемых на образование, медицину и социальную сферу, увеличивается, казалось бы, хорошо, с 72% до 74%. Но в переводе на мягкую пахоту, как принято говорить в сельском хозяйстве, мы с вами вместо 84 миллиардов в 2020-м получим 83 миллиарда, это на полтора миллиарда меньше. Если мы возьмем отдельно социалку, посмотрим, вместо 46 мы получаем 37, на 9 миллиардов меньше. Да, нам Данил Геннадьевич, действительно, он провел большую работу с фракциями, аргументирует это тем, что мы на сегодня не можем учитывать те доходы, которые получим, но мы-то с вами сегодня утверждаем эти базовые цифры. Поэтому, естественно, мы никак не можем поддерживать такой бюджет. Я еще раз хочу сказать, что провести аналогию с больным. Чтобы больного вылечить, надо правильно поставить диагноз. Уважаемый Виктор Петрович, мне кажется, в этом сегодня большая проблема. Отрицая тот факт, что экономика Алтайского края на сегодня находится в тяжелейшем состоянии, приведу пример, касающийся, например, горячих обедов и детей-сирот. Депутат Данил Бессарабов, значит, входит к Онищенко, главному санитарному врачу, по поводу вопросов, касающихся системы общепита школьного. Ну, правильно, если он к Онищенко не пойдет и не убедит, что тут все хорошо, тогда к нему Следственный комитет придет. Потому что именно он курировал то направление, как раз и отвечал за эти вопросы, когда выделялись средства, и мы слышали хорошие оптимистичные цифры о том, что как раз школьный общепит прошел переоснащение, средства на это выделялись, деньги детям-сиротам выделялись. А по факту сегодня мы остались у разбитого корыта. Поэтому я могу сказать о том, что коммунисты фракции КПРФ проголосуют сегодня против.